Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Большой разговор на сессии Горсовета депутатов подвели итоги 2020-го. Нам есть над чем работать и самое главное, мы знаем, что нам нужно делать. Потому что мы вместе, потому что мы едины. Что у нас ждет впереди? День безопасности. Внимание всем. В Беларуси стартовала акция МЧС. Форма работы – это интерактивные диалоги, беседы, просмотр фильмов. Куда заглянут спасатели? Флористический бум. В городе снова откроется экспозиция Елены Поляковой. Изначально это принт, на котором нанесен рисунок фотопечатью. В чем уникальность работ? А также проверка знаний, мониторинг цен и весенний бизнес. В налоговой напомнили о правилах реализации цветов к 8 марта. О чем нужно знать? Разговор на перспективу. В госполкоме пришла сессия Горсовета депутатов. Почти за два часа рассмотрено свыше 10 вопросов. Одни из главных – итоги работы за 2020-й и планы развития на будущую пятилетку. Мэр Александр Студнев расставил главные акценты в жизни Бобруйска. С подробностями Максим Кембель. 2020-й становится переломным для всей страны. В новое десятилетие Бобруйск входит с хорошими результатами. Экспорт, прямые иностранные инвестиции, трудоустройство граждан и многое другое. Город строит большие планы. Все карты спутывает коронавирус. Но было бы счастье, да несчастье помогло. Закрытие границ европейских государств помогает местным предприятиям активизировать работу на внутреннем рынке. ООО «Славянка» активно перешло на пошив защитных масок, увеличив их производство до 150 тысяч штук в сутки. Если в целом смотреть с теми предприятиями, с которыми не скооперировались, у нас доходило количество выпускаемых масок 200 тысяч штук в день. Бобруйский завод биотехнологии нарастил ежедневное производство антисептических средств до 10 тысяч единиц. Город вызов принимает. Маски, антисептики, защитные костюмы в приоритете обеспечить товарами свой рынок. Задачу не просто выполняют, а перевыполняют. Мясокомбинат тем временем наращивает экспорт. Прирост к 2019 в полтора раза. В марте активизируется и потребительский рынок. Все побежали в магазины закупать крупу, муку, сахар, понимая о том, что может быть в этом быть проблема. Но тем не менее мы и здесь выставили, мы свой потребительский рынок насытили и наводнили теми продуктами, которые необходимы были. И буквально к концу уже месяца этот спад на потребительский рынок и спрос уменьшился. Коронавирус коронавирусом, но никто не отменяет задачи для города в социальной сфере. В августе после реконструкции открывают детскую больницу. В тот же день закладывают капсулу на месте строительства новой школы в седьмом микрорайоне. Самая молодая микрозона уже может похвастаться и ультрасовременным детским садом. Красную ленту перерезают в декабре. В скором времени здесь появится еще одно дошкольное учреждение. Модернизируется и дорожная инфраструктура. Почти километр бетонного покрытия соединяет шину и Ленина. Этот сэкономит время водителей и разгрузит поток в час пик. Когда дела в городе идут хорошо, растет и внешняя торговля. По итогам года экспорт товаров и услуг превышает импорт в два раза. Темп роста почти 104%. Хочу выразить уверенность, что мы не остановимся на достигнутом. Нам есть над чем работать. И самое главное, мы знаем, что нам нужно делать. Потому что мы вместе, потому что мы едины. Люблю Беларусь. Сегодня Бобруйск уже вступил в новую пятилетку. Во главе угла которой человек. Ключевые приоритеты – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Максим Кембель, Андрей Богдан. Бобруйск. В Беларуси выздоровели выписаны 279 450 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 289 136 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 915 522 исследования. Такие данные приводит Минздрав. В Беларуси готовится к запуску производства нового препарата. Антиковидный иммуноглобулин создан на основе плазмы переболевших пациентов. Его особенность в том, что в ампуле с 3 мл будет содержаться такое количество антител, как в 300 мл плазмы от донора. С появлением лекарства процедуру заменят на одну внутримышечную инъекцию. Антиковидный иммуноглобулин можно будет применять независимо от группы крови пациента. Опытная партия готова. Продолжаются доклинические испытания. Третий этап – увеличенная стоимость. И День трезвости. В Бобруйске пройдет профилактическая акция «Когда?». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси начался третий этап репетиционного тестирования. В новой вступительной кампании 2021, напомним, правила ЦТ по всем предметам, кроме русского и белорусского языков, изменились. В тестах по химии, биологии, географии, обществоведению, истории Беларуси, всемирной истории, а также иностранному языку заданий в части А станет меньше. В налоговой напомнили о правилах реализации цветов к 8 марта. Прежде всего, нужно предоставить в инспекцию уведомление. В нем указывается вид товара, дата и место продажи. Также необходимо уплатить единый налог. Расчет его суммы произведут в инспекции. Профсоюзы продолжают мониторинг цен на медикаменты. Контроль уже принес результаты. В феврале цены снижены на половину позиций из проверенного списка. В среднем на 5 процентов, по отдельным категориям почти на 13. На контроле профсоюзов 44 медпрепарата для профилактики и лечения простудных заболеваний. Информация анализируется по 4000 аптек страны. В стране увеличилась цена на автомобильное топливо. К сумме добавилась еще одна копейка. Теперь литр 92-го стоит рубль 75. За 95-й и дизельное топливо придется отдать рубль 85. А 98-й обойдется в 2 рубля 7 копеек. Это пятое изменение цен на топливо в этом году. Профилактическая акция «День трезвости» пройдет в Бобруйске 3 марта. В этот день с нуля до 24 часов в городе будет ограничена продажа алкогольных напитков. За исключением розничной торговли в объектах общественного питания в Розлив. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, а также борьбу с ними. День безопасности. Внимание всем! В стране стартовала республиканская акция МЧС. Спасатели подробно объяснят людям, как правильно себя вести при оповещении. На первом этапе огнеборцы отправятся в общежитие. Детские торгово-развлекательные центры, кинотеатры и на спортивные объекты. Во второй половине марта сотрудники МЧС посетят сельские населенные пункты. Там покажут театрализованные постановки и опыты пожарной лаборатории. Акция пройдет в два этапа. Первый этап со 2 марта по 12 марта. И ориентир – это общежитие. Например, в городе Бобруйске в том числе и студенческие общежития. То есть самая активная и интересная аудитория. Форма работы – это интерактивные диалоги, беседы, просмотр фильмов на актуальную тематику. И второй этап акции продлится с 15 по 31 марта. И снова вальс цветов. В выставочном зале Бобруйска возобновит свою работу экспозиция местного ремесленника. Здесь свое творчество представит Елена Полякова. Мотивы произведений самые разнообразные. Природа, действие, любовь и даже его величество Париж. Изначально это принт, на котором нанесен рисунок фотопечатью. Или иногда рисую сама. И по рисунку уже идет вышивка лентами. Ленты бывают разные. Атласные, органзу, шелковые ленты, стеклярус, бисер, мулине. Материал разный. На каждую картину отмечает ремесленник. Ушло от нескольких дней до месяцев кропотливой работы. Всего на выставке будет представлено 90 работ. Открытие пройдет 11 марта. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!